Всем здравствуйте! Сегодня поговорим о чесноке. Среди обилия приправ и специй все знают, что чеснок признан лидером по популярности во многих странах мира. Но помимо чисто вкусовых качеств всем известно, что чеснок признан и как природное лечебное средство. Продаются препараты на основе чеснока, которые и сердечную систему поддерживают и много многое интересное. Другое, кому интересно, загляните в интернет, напишите и вам всю информацию выдадут. Еще есть препарат такой лосона индийский. Тоже, кому интересно, загляните. А вот я сегодня собралась сажать чеснок. Сегодня у нас начало февраля, погода у нас плюсовая, снега нету и осенью, конечно, я задержалась. Но я вот хочу рассказать, что все сорта делятся на азимы и яровые. И хочу показать вам различия, чем, как отличить азимы чеснок от ярового. Во-первых, яровой чеснок хранится дольше. Азимы мы все знаем, что мы его выкапываем и сколько он у нас там лежит. И потом мы его снова по зиму сажаем. Иначе он может при неправильном хранении высохнуть и вообще не даст своей ценности. Вот я подготовила для вас три головки. И обратите внимание вот на эту головку. Смотрите, видите, эта головка имеет в центре как бы столбик такой. Это остатки от высохшего побега или цветоноса его еще называют. Если мы его не будем убирать, то он зацветет и даст нам еще какие-то бульбочки, которые семенной материал, короче. Вот это самое главное отличие зимого от ярового. Яровой же вот еще такая же головка тоже имеет. Видите, центральный побег высохший. А вот яровая головка. Смотрите, у нее нету этого побега. Она тоже может, яровой даже может. Иногда, если поздно мы посадим, он вырастет одним зубчиком крупненьким. На следующий год, если мы его вовремя посадим, он вырастет вот такой головкой. Вот, поэтому я хочу сегодня пойти посадить, поскольку осенью у меня не получилось. У нас какие-то резкие перепады погод и я не смогла. А сегодня я пойду и, возможно, покажу, может, как получится. Ну вот, я почистила, разобрала головки на отдельные зубчики и вот сделала вот такой раствор, розовый раствор марганцовочки. Я заливаю его. Вот. Ну, постоит я долго не держу. Постоит где-то, наверное, часик, пока я сейчас бороздки подготовлю и буду сажать. Вот такая у нас уже погода. Нужно приводить все в порядок. Солнце такое яркое. Уже все высохло. нужно срочно чистить все и убирать и готовиться к весне. Ну что, друзья, вот я сделала такую грядочку, сделала две бороздочки, присыпала золой. Конечно, немножко полила, потому что влаги у снега у нас не было, но есть, но немного. Немножко полила, вот так разложила, ну и потом я еще присыплю. Кстати, у нас очень тепло, смотрите, я в шлёпанцах. Рассаживала я примерно на ширине, ну, спичечной коробки, так, сантиметров 5-6 может. Ну, сильно не придавливая, потому что уже весна, он сам потом войдет. Сейчас присыплю и пусть растет. Всех благодарю за просмотры. Тех, кто дошел до конца, просмотрел это видео, желаю удачи в развитии, здоровья, успехов. Всего доброго. До новых встреч. А вот интересный момент нашла. Вот этот обрезанный кусок розы лежал у меня всю с осени до сегодняшнего дня в емкости с водой. Почти весь в воде был, немножко совсем. И вы посмотрите, что видите? Идут почки. Мне нужно его посадить. Что-то черенковать его на два не хочу. Может, так посажу. Даже не знаю, от какой розы. Вот так я ращу розы. Не знаю, от какой. Сделала и посадила. Продолжение следует.